Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой второй доклад посвящен наблюдению за пациентом после присасывания клеща. Горячий период для педиатров, терапевтов, инфекционистов в контексте присасывания начинается в Москве уже с конца марта. В апреле количество случаев уже строго стабильно единичное. И начиная с мая и по осень, стихонечко уменьшением количества обратившихся по поводу именно присасывания клеща, мы работаем в поте лица. Соответственно, говорил в предыдущей презентации, что проблема присасывания для нас чрезвычайно актуальна. В Москве присасывание происходит в основном на территории Московской области, примерно чуть меньше, чем в третий случай на территории других субъектов Российской Федерации. Соответственно, вы помните с прошлого доклада цифры по зараженности, то есть когда к нам приходит пациент с фактом присасывания клеща, далеко не всегда. Это значит, что он чем-то заражен, и пациент обязательно заболеет, потому что такие цифры, казалось бы, какие-то сюрреалистичные, 30 тысяч официально зарегистрированных присасываний в Москве выливаются в общем и целом в далеко неравнозначное количество эксодового клещевого боролиоза. Но тем не менее значительное действие от нас это каких-то, конечно же, требует. В прошлом докладе я касался того, что немножечко разная оценка рисков у пациентов, в зависимости от того, приходят они к нам с клещом, который не был исследован, или с клещом, который был исследован. Соответственно, если клещ был исследован, то это требует от нас, и там обнаружены баррели, да, это требует от нас некоторого более пристального наблюдения. Если клеща исследований не был, то мы, в общем, держим в голове цифры Роспотребнадзора и немножечко менее напряженно за пациентом наблюдаем. Но тем не менее, конечно, знаете, как лучше любой болезни, ее профилактика. И в этом контексте все-таки хочется что-то сделать, потому что заболевание регистрируется, мы знаем, что есть фактор риска, и вот что же мы можем с этим сделать. Собственно говоря, лечение, диагностика, катамнистическое наблюдение, они прописаны достаточно хорошо, и все очень здорово. Но вот именно наблюдение за состоянием после присасывания, вот как феномен клинический, да, оно не прописано нигде. Санпин, соответственно, дает на это общие какие-то слова из-за взряда профилактика проводиться должна, но как? Идей нет. И для того, чтобы как-то вас в этом плане сориентировать, я хочу предложить вам, ну уже для кого-то, наверное, не новый, кто-то уже видел такой алгоритм, но для кого-то новый, некий такой алгоритм после присасывания клеща. Не пугайтесь, коллеги, что он достаточно громоздок. Мы сейчас с вами доклад посвятим именно тому, что будем пошагово разбирать, вот как это делать. И он у вас в голове, я надеюсь, отложится. Вот, соответственно, начинаем мы, вот к нам пришел пациент с фактом присасывания клеща. Соответственно, так как есть антибиотика профилактика, то есть экстренная химиопрофилактика боррелиоза, наша с вами задача первонаперво определить показания для этой профилактики. Показания очень простые. Клещ должен быть исследован, и в нем должны быть обнаружены боррелии. Соответственно, это немножечко сдвигает риски пациента, потому что если у пациента клещ не исследован, и, допустим, в Московской области, то риски заражения у него там примерно процентов 16, и вы знаете, что не от каждого зараженного клеща реализуется передача. Соответственно, мы больше народу зря антибиотиками накормим, чем накормим того, кого надо, и с эффектом. Поэтому клещ должен быть исследован, и в нем должны быть боррелии, и сроки начала профилактики должны быть как можно раньше, не позже пяти суток от присасывания. Это основано, в общем-то, на минимальном инкубационном периоде. Соответственно, если мы находим такие показания, то мы назначаем пациенту экстренную химию профилактику. Если не находим, то не назначаем, просто наблюдаем. Соответственно, антибиотика профилактика регламентирована в клинических рекомендациях у детей. Это разработаны Юрием Владимировичем Лобезиным режимы, причем разработаны они и для взрослых тоже, но в рекомендациях у взрослых они не прописаны, но тем не менее они есть. И, соответственно, показания как раз оттуда, собственно, это факт присасывания, клещ исследован, в нем есть боррели, и назначаться она должна не позже пятого дня от присасывания. Кроме того, конечно, пациент должен хорошо переносить антибиотик, и должно быть организовано некое наблюдение за его состоянием. Соответственно, режимы вы можете совершенно спокойно найти. Спектр антибиотиков достаточно широк, то есть можно и подбирать темы к гиперчувствительности. Есть как пероральные, так и внутримышечные режимы. Срок для пероральных 5 дней, для внутримышечных пенициллин однократно, цифтриаксон 3 дня. И как для взрослых, так и для детей такие режимы существуют. Дозы, как вы видите, тоже, они, в общем, педиатры оценят, что дозы, они весьма ограниченные. То есть, например, тот же амоксициллин, 20 мг на килограмм. То есть это меньшие дозы, меньшие сроки, чем стандартный курс терапии. Часть пациентов, которые к нам обращались, они уже были с какой-либо антибактериальной профилактикой, которая была назначена им до нас. И, соответственно, если как получивших антибиотикопрофилактику из наших рук, так и на первичном этапе в поликлинике, так или иначе получили антибиотикопрофилактику 218 пациентов. И почему важно знать показания, почему важно знать режимы? Потому что по показаниям антибиотикопрофилактика была назначена только у 70% пациентов. И здесь, тут не то, чтобы я хотел хвастаться, но просто не хочу расстраивать симбулаторный этап, все-таки вот эти 70% пациентов, значительная часть тех, которых по показаниям, это назначали мы. То есть к нам приходили пациенты все-таки зачастую с антибиотикопрофилактикой, назначенной либо с неисследованным клещом, либо назначенной на поздние сроки. Соответственно, из 280 пациентов 21% начали прием позже. Почему это плохо? Потому что если мы назначаем курс, который описан в режимах профилактики, то получается, что мы даем пациенту, у которого завтра может начаться мигрирующая эритема, но мы даем ему заранее курс меньшей длительности, чем положено, и меньшей дозы, чем положено. Поэтому нужно очень строго придерживаться не только тому, что клещ должен быть исследован, но еще и длительности. Иначе мы рискуем просто-напросто неэффективно пролечить барлиоз и создать для пациента риск для диссиминированных стадий в будущем. Соответственно, кроме того, половина получила курс избыточной подлительности. Вместо 5 дней, ну, самый такой рекорд был, правда, этот пациент самостоятельно, конечно, продлил. 35 дней пациент пил доксициклин для профилактики. Вот, то есть, тут грани безумия, они весьма разнятся. Конечно, в большинстве это не такие там строгие нарушения, там вместо 5-7 дней, 10 дней. Но кто-то дает под профилактикой и, в общем-то, полный лечебный курс, то есть, и доза нормальная, и длительность. Вот это избыточно, это не нужно. Соответственно, вопрос с профилактикой мы с вами решили, кому надо, дали правильно, кому не надо, не дали. Дальше мы наблюдаем месяц. Почему месяц? Потому что чуть больше 80%, как мы вот в прошлой презентации видели, развивают какое-либо клиническое проявление, а самые частые, это мигрирующие эритемы, примерно в течение месяца от присасывания. Соответственно, это такой, знаете, первично-скрининговая точка отсечения, на которой мы будем отлавливать, в общем-то, большую часть всех боролиозов, которые будут возникать. А вы помните, что всего среди всех боролиозов, да, это три четверти ранее локализованной стадии, из которой почти все это мигрирующие эритемы. То есть, мы с вами будем отсекать большую часть больных, уже отнаблюдав пациента один месяц. Соответственно, дальше, после месячного наблюдения ситуация у нас может быть в трех направлениях. Либо возникает мигрирующая эритема, либо возникают другие клинические проявления, какие-либо, либо пациент отрицательный, и его нужно будет подвергнуть все-таки двухступенчатой иммунологической диагностике, потому что вы помните, что есть еще такая история, как бессимптомная сероконверсия. Соответственно, что может быть и с какой частотой? Пожалуйста. По предыдущему докладу вы тоже это помните. То есть, какой-либо боролиоз может быть, может ничего не быть с вероятностью в 50%, если брать всех пациентов, вне зависимости от возраста. Но могут быть и вообще другие инфекционные заболевания вполне себе. Соответственно, напоминаю, что по стадиям ранее локализованной это подавляющее большинство, и из них подавляющее большинство мигрирующая эритема. То есть, если у пациента развивается боролиоз, то в подавляющем большинстве случаев это будет мигрирующая эритема. И здесь напоминаю, что если у пациента есть и факт присасывания клеща, и эритема, то мы уже ставим клинический диагноз и можем начать лечить пациента. И, опять же, в рамках повторения, очаг эритемы, округлая форма, след в центре, четкие границы, в центре просветления распространяется центробежно за дни и также с тенденцией к самостоятельному разрешению. Напоминаю, есть реакция на присасывание клеща, которую вы по предыдущему докладу тоже помните. То есть, это возникающая в короткие сроки, выраженный зуд, болезненность, отечность кожи, границы смазаны, разрешается, как правило, либо самостоятельно, либо на фоне антигистаминных достаточно быстро. Есть вторичное инфицирование, когда особенно дети, особенно волосистая часть головы, это чешется, дети расчесывают, и возникает очаг мокнутия с венчиком гиперемии. Различать от ташенуар, то есть первичного очага при рикетсиозе. Там будет достаточно плотный струб примерно к третьему-пятому дню от появления какого-либо мокнутия. И, соответственно, мигрирующий эритемный пациент, развив, должен получить антибактериальную терапию, потому что состоялась клиническая диагностика. Другие клинические проявления. Соответственно, во-первых, это могут быть другие клинические проявления бурлиоза. Это такая, знаете, картинка-страшилка из разряда, что вообще может быть. Соответственно, не забывайте, что в качестве ранней локализованной стадии может быть и региональная лимфоденопатия без развития эритемы, может быть гриппоподобный синдром, но также, если уж мы наблюдаем месяц, то это недели. У пациента могут появиться и признаки диссеминированных стадий, в том числе, например, ранний нейробурлиоз. Соответственно, напоминаю, самые классические признаки ранней диссеминированной стадии, это вторичные эритемы, невриты, преимущественно лицевого нерва, чаще у детей, у взрослых синдрома Манварта могут начинаться мигрирующие артрологии, самостоятельные, как правило, в крупных суставах, они идут не в контексте гриппоподобного синдрома, они длительные достаточно по времени, их следует различать от артрологии на фоне гриппоподобного синдрома. И, соответственно, с какой частотой, естественно, эта ситуация достаточно редкая в общем контексте, но, тем не менее, примерно 10% ранней диссеминированной стадии может быть. Другие клещевые инфекции, ну, в прошлом докладе мы говорили, что из пациентов, которые у нас наблюдались с клещами, зараженными анаплазмами и релихиями, никто не развил анаплазмоза и релихиоза, на то, что это никто не развил у нас, не значит, что этого не может быть в природе. Про другие инфекции, передаваемые иксодовыми клещами, конечно, необходимо помнить. Но также помните, что клещи у нас бывают не только иксодовые, да, есть и другие, переносчики эрикетии, переносчики лихорадки КУ, и тулеремии, и, конечно, об этом необходимо помнить. Также, если пациент приехал к вам из какого-либо эндемичного региона, следует не забывать про клещевой вирусный энцефалит. Напоминаю, у нас таких было несколько человек, которые из другого региона приехали и развили клещевой энцефалит. Соответственно, что делать с таким пациентом, с другими клиническими проявлениями? Соответственно, если у пациента легкая степень тяжести, то есть, он чувствует себя прекрасно, у него просто есть некоторые симптомы, которые доставляют ему дискомфорт. Если прошло менее 21 дня присасывания, то пациент направляется на консультацию инфекциониста. Если больше 21 дня присасывания, то уже можно начать иммунологическую диагностику, напоминаю, раньше 21 дня это достаточно бесперспективное дело с точки зрения боролиоза, и направить уже на консультацию инфекциониста. Либо просто направить, инфекционист назначится, что нужно по средствам, так скажем. Если у пациента есть либо неврологическая симптоматика, либо степень тяжести нелегкая, пациента следует направить на госпитализацию. Это ситуация, которая однозначно должна быть вырулена в стационаре, потому что может понадобиться лимбальная пункция. И, соответственно, если у нас все отрицательно, либо мы проводим двухступенчатую диагностику по поводу других клинических проявлений, то в контексте выявления бессимптомной сероконверсии следует провести двухступенчатую диагностику. Соответственно, когда? Почему именно через месяц? потому что, как видите, на диаграммке антитела при барлиозе начинают появляться очень-очень нескоро. Раньше третьей недели их практически не обнаружить. Соответственно, это поддерживают и федеральные клинические рекомендации, то есть на третьей, шестой неделе их надо начинать искать. И здесь чем дольше длится состояние, тем больше вероятность эти антитела найти. Соответственно, по мере прогрессирования практически у всех начинают обнаруживаться какие-либо антитела. Напоминаю алгоритм монологической диагностики барлиоза двухступенчатой. Что такое двухступенчатость? Сначала выбирается скрининговый тест, у которого высокая чувствительность, но тем не менее низкая специфичность. Соответственно, это иммуноферментный анализ, то есть при подозрении на барлиоз выполняется ИФА определяются и иммуноглобулины класса М и иммуноглобулины класса G. Если результат приходит отрицательный, на этом исследование заканчивается. Если у вас есть строгие подозрения на диагноз, ничто не мешает вам повторить первый этап через некоторый срок. То есть сделать исследование методом партных сывороток. Если результат либо сомнительный, либо положительный, то необходимо подтверждающее исследование. Все, как мы делаем при сифилисе, при ВИЧе, при гепатите С, то есть есть подтверждающее исследование. В контексте барлиоза это иммунный блот. И, соответственно, если иммунный блот приходит отрицательный, то диагноз отвергнут. Если иммунный блот приходит положительный, то диагноз подтвержден. Конечно, мне хотелось бы перед вами похвастаться какой-то такой вот обилием случаев подтвержденных или исключенных двухступенчатой диагностикой, но я здесь скорее иду вместе с вами, потому что это пока что не очень распространенная практика, а жаль. И я очень надеюсь, что мы с вами вместе все-таки будем делать наше умозаключение, стараться на основании именно двухступенчатой диагностики, а не будем вынуждены болтаться в обилии результатов иммуноферментных анализов в совершеннейшей путанице. И приведу вам данные, которые получены не за два года, а за год, то есть это та же выборка, только те пациенты, которые наблюдались именно за 2018 год. Соответственно, что мы видим? Вот есть пациенты с именно боролиозом. У этих пациентов абсолютно все-все-все их анализы, которые были взяты без каких-либо последовательностей, были разложены в определенный временной ряд от присасывания клеща. То есть это пациенты с боролиозом и с известной датой присасывания. Соответственно, вот почему до трех недель бесперспективно брать, потому что половина просто-напросто вы ничего не обнаружите, а у половины будут результаты, которые у четверти G, а у остальных M, которые вообще в целом малой информативности несут. И вот начиная с третьей недели, ключевое здесь начиная, то есть на самом деле, конечно, чем позже, тем лучше, мы видим повышение чувствительности теста. Линиями отделены столбики, это пациенты получили антибактериальную терапию, у них повторно выполнено иммуноферментное исследование. То есть вы видите, что там у части пациентов антитела действительно падают, как любят говорить, но, конечно, даже после антибактериальной терапии антитела уходить окончательно, то есть результат становиться отрицательным абсолютно не обязан. Если вдруг относительное количество антителов бланки будет меньше, чем в предыдущем результате после антибиотикотерапии, это прекрасно, но если они также будут обнаружены, то расстраиваться по этому поводу абсолютно не нужны. И камень в огород низкой специфичности ИФА, почему? То есть почему нужен блод? Это очень болезненный вопрос, действительно, нам нужно общими усилиями как-то стараться его больше использовать в своей практической работе, потому что вот, пожалуйста, результаты ИФА у пациентов, у которых было присасывание клеща, но так или иначе по результатам наблюдения или выполненной двухступенчатой диагностики вот эти результаты ИФА были опровергнуты. Вы видите, что до трети случаев ИФА положительные, то есть вот как плохо с точки зрения специфичности работает этот тест, вот как нужно нам общими усилиями внедрять двухступенчатую диагностику. И маленькая ремарка, которая, в общем, она такая не секретная и более того, она еще и прописана в федеральных рекомендациях. Вы все сталкивались так или иначе с пациентами, которые ходят к вам с подозрением на бролиоз, потому что у них в анализах нашли ИГМ. Выполнили повторные, а там опять ИГМ. Выполнили повторные, а там опять ИГМ. И как правило, эти ИГМ еще и примерно в смежных относительных количествах. Соответственно, при неоднократных исследованиях, когда обнаруживают ИГМ, особенно если это пороговое количество, то это следует расценивать как ложноположительный результат. У пациента с активным инфекционным процессом и отсутствием иммунодефицита нет никаких препятствий к сероконверсии. Он должен это сделать рано или поздно. Соответственно, если этого никак не происходит, то есть цифры как будто застыли с определенным плюс-минусом, но как будто застыли. Скорее всего, боролевоза там нет. Соответственно, вот это тоже те ситуации, для которых необходим иммуноблод для исключения. Так или иначе, по результатам иммунологической диагностики, у нас есть такой бессимптомный пациент, у которого положительно. Соответственно, вот эти пациенты, вы их помните, это примерно 10% от всех. и что нужно с ним сделать, ему нужно дать минимальный курс лечения, потому что с одной стороны это может быть действительно бессимптомное течение, ну победил человек боролевоз, с кем не бывает, но в то же время это может быть ситуация, когда клинические проявления, вот он пропустил мигрирующую эритему, вы знаете, что может быть развитие продолженных стадий с пропуском мигрирующей эритемы, это необлигатный признак, и у него там начнутся неврит через неделю, допустим, гипотетически, соответственно, эту ситуацию необходимо, так или иначе, это гордиффузел, который необходимо прервать, и прервается он минимальным курсом антибактериальной терапии, то есть 10-дневным курсом антибиотиков. Дальше, мы имеем пациента, у которого и двухступенчатая диагностика отрицательная через месяц от присасывания, или положительная, но симптомов у пациента нет, а профилактика у него проведена, то есть тот самый пациент, который серос конвертировал, но это из разряда у него действительно был боррелиоз, но вы полечили его еще тогда, еще в самом начале, когда вы дали ему антибиотикопрофилактику, так или иначе, симптомов нет. Таких пациентов мы будем наблюдать, соответственно, до полугода, естественно, до полугода, откуда взята эта цифра, во-первых, она взята, помните, те самые 17%, которые развивают эритему после месяца, то есть сюда будут отнесены вот эти пациенты, и сюда будут отнесены пациенты, у которых так или иначе они были нами пропущены, то есть у них действительно боррелиоз, но по результатам двухступенчатой диагностики они отрицательны, у них не успели выработаться антитела, но инфекция в них живет, рано или поздно она стрельнет. Соответственно, вот эти когорты пациентов нам интересны, вот их мы будем отслеживать до конца. Соответственно, так или иначе, все пациенты должны находиться под клиническим наблюдением или самонаблюдением. Ну, естественно, понятное дело, организовывать такое наблюдение, это та еще работа, поэтому разумнее пациенту объяснить с какими симптомами, то есть с развитием мигрирующей эритемы просто поздно, либо с какой-либо сыпью, либо с поражением какой-либо там мимической мускулатуры, либо с ощущениями перебоев в работе сердца, либо с сильными болями в суставах пациент должен эти состояния про себя знать и если они возникают, переходите к вам. То есть, конечно, разумнее здесь установить для пациента самонаблюдение с возможностью последующего визита, уже прицельного, уже зная, что может быть, то есть, такой пациент, он становится не объектом какой-то там дифференциальной диагностики, а это вот этот, которого мы наблюдали, ну да, понятно, вот у него, значит, значит, у него стрельнуло. Соответственно, самонаблюдение до 6 месяцев будет для нас, еще раз напоминаю, очерчивать когорт, у которых мигрирующая эритема поздно появится, и у которых домоклов меч висит без мигрирующей эритемы, диссиминированная стадия боррелиоза. Вот, и, соответственно, из этого, возможно, два исхода, то есть, либо, три, извините, исхода, либо развивается та самая потерявшаяся мигрирующая эритема, и мы проводим пациенту антибактериальную терапию, либо возникают другие клинические проявления боррелиоза, и мы действуем по заранее нам известному алгоритму, то есть, консультация инфекциониста, либо двухступенчатой диагностикой консультации инфекциониста, либо госпитализация по показаниям. Либо у пациентов ничего не развивается, и мы, наконец-то, уже можем прекратить наблюдение. Естественно, пациент одаренный информацией о том, что, если вдруг, знаете, как в мультике, ну, ты заходи, если шо, но, тем не менее, успокоенный, потому что за полгода с ним ничего не случилось, идет уже тихонечко высвоясь в поисках приключений и новых клещей. Я надеюсь, что за время доклада и моего пояснения такая тактика наблюдения стала для вас из громоздкой и непонятной уже чуточку более такой логичной. Самое главное, я очень надеюсь, что теперь вы сформировали у себя представление о том, как наблюдать, потому что, ну, эта ситуация, понимаете, как раз она не прописана, она вольная и, конечно, это врача обескураживает немножко, куда смотреть, в голове возникает множество вариантов, соответственно, вот именно для этого я предлагаю вам такую относительно строгую структуру и надеюсь, что вы будете пользоваться двухступенчатой иммунологической диагностикой, тем более, она как-то все больше и больше становится распространена, вот про нее уже и многие пациенты знают, потому что они так или иначе, увидев клеща, они залазят в интернет, видят павлиоз, читают, знают про все анализы, вот и прежде чем отправлять их куда-то там в Арминлабс в Германию или Польшу, все-таки, ну, можно просто сделать правильно все, да, сделать диагностику двухступенчатым путем, то есть сначала ИФА, потом блот. спасибо за внимание, коллеги, на этом я доклад свой заканчиваю, спасибо. спасибо.